итак ребята всем привет сегодня будет у меня интересное видео тем что очень много часто мне подписчики задают вопросы почему ты не чистишь мылом мылом я чистила буквально 8 лет назад но от этого средства я отказался в связи с тем что процесс очень долгий и результат не всегда получается желанный и вот именно сегодня я вам решил показать как готовить раствор мыльный и какое мыло лучше использовать видеосюжет будет очень длинный очень протяжительный тем что я буду вам демонстрировать непосредственно весь цикл как я готовлю мыло как монеты погружаю и будет несколько циклов да 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 несколько тем что каждый день я буду доставать и вам показывать результат после каждого дня чистки думаю мыло справится за неделю это означает 7 выходов будет 7 видео выпусков по чистке мыла ну и посмотрите до конца именно в конце я скажу что за мыло хозяйственное мыло к сожалению меня ничем не устроило чистка мыльным раствором самое говорят эффективная тем что остается родная патина щадящий метод это все ценят нумизматы это средство но фактом что он очень долгий но если есть время у вас то можете почистить так что приятного вам просмотра сегодня будет первый день как я достаю свои монетки так что смотрим на результат ребят берем мыло и на терке все это на крупный трем я уже как бы натер себе нужное количество просто берете через крупную терку натираете пол куска мыло нашего мыло все это потом мы засыпаем в нашу баночку запах очень приятный так бы вкусным немного получилось но этого достаточно будет заливаем все это горячей водой получилось наверное раствора с два пальца все это мы размешиваем до полного состояния получится у вас небольшая кашица виде киселя клея вот и после того как это все растворится туда мы закидываем наши монетки и сейчас я вам все это покажу и так ребята мыло мы с вами растворили но у нас получился не кисель а какая-то такая знаете жидкость нам нужен кисель значит что мы делаем мы продолжаем оставшийся кусок который у нас остался натирать на терочке нам нужно именно кисель так что вам хорошо посмотрели видеосюжет и уже знаете в каких пропорциях это я делаю выводы это я делаю ошибки а вы эти ошибки уже делать не должны так что мои видео они не просто интересны они еще поучительные чтобы вы дальнейшем не делали ошибок и экономили тем самым время так что натираем остаток мыла нам нужен именно кисель все что я сейчас делаю я делал это лет пять назад но делал я это все совсем не так как нужно то есть как мне рекомендовали старые копатели нумизматы все это делать при помощи хозяйственного мыла но результат мне не понравился я стал искать новые методы новые решения по чистке монет также метод чистки монет нейтрализатором преобразователем ржавчины это мой метод который сейчас уже популярна наверное у всех все его используют ну что давайте доведем все это до состояния киселя сейчас все это размешаю клей у нас превратится в нужной консистенцию и тогда я вам уже покажу какой он должен быть тягучий итак ребят ну что приготовил я нашу жидкость она получилась у меня густовато но это тоже хорошо нормально пойдет в принципе вот видите она даже на пальце на пальце держится такая знаете гелевая основа получилось до этого как бы были жидковаты но тоже хорошо сейчас я вам покажу монеты которые будут у нас в этом опыте но монеты у нас будут с последних выходов это с поля чудес сохранчик монет достаточно бодрый хороший на ней иногда встречаются ну неоднородная такая патина загрязненность кое-где имеется зеленка в общем вот эти монеты мы сегодня будем чистить вот для образца я взял несколько эксперимент затянутым тем что взял вот такой ткатенпитак он с сильными окислами и посмотрим не хочу его подвергать никаким другим химическим средством посмотрим сможет ли справиться наше мыло монеты повторюсь в принципе хорошего бодрого такого сохрана я хочу добиться того чтобы на ней осталась своя родная патина вот такие монеты будут у нас сегодня чистится сегодня завтра послезавтра все это вы видите результат прям будет у вас на глазах и так ребята запихивал я сейчас только что монеты и забыл включить камеру но факт том что все монеты как вы видите я запихнул стоячком вот они все монеты уместились и я теперь их замазываю полностью чтобы и гурт тоже был закрыт все это я закрою сейчас крышечкой чтобы влага из клей не испарялась чтобы мне было проще завтра вам доставать их и показывать результат первого дня так что смотрим ждем что у нас выйдет ну что ребят первый день и мы вскрываем наши монетки так мыло загустело здорово будем потихоньку доставать так первая монетка сразу буду отправлять их водичку чтобы почистить не знаю будет ли вам интересно как я возю кость в этой грязюки сейчас промотаю на ускорен как я все это достал и на ускоренном вам покажу и 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 Екатерина Помните, да? Это у нас была самая ужасная монета На ней очень был сильный Зеленый налет Помимо налета Была обшлепана еще какой-то Некрасивой ерундой Так, надо полностью почистить Чтобы вам показать на камеру Результат первого дня Чистки Хочу сказать, что после первого дня чистки Результат Дает свои плоды Монетки в принципе Уже бодренькие Я даже думаю, что некоторые монеты После первого дня Уже будут Симпатичные Наша задача Выровнять цвет монеты Это раз Чтобы осталась родная патина Второе Снять с монеты Все болячки Это, наверное, самое главное Чтобы монета была Достойная внешнего вида Цвет Патины После этого Метода чистки Будет коричневый Шоколадная Многие такую патину Очень ценят Так что я думаю Вам Этот метод Понравится Ох, какая монетка Ребята, красивая будет Монета Ох, ой, ой Смотрите Какая будет Красивая монета Прелесть они Монеты Да, и это тоже будет Хорошая Это 2 копейки Николаевского Образца Тоже В принципе Будет Симпатичная Здесь монеты Я не отбирал Хороший Плохой Сохран Это монета С последнего копа Ой, вот это У меня такая Первая монета Эта монета Называется Пчелка Это разновидность 2 копеек Александра 2 Сейчас у нас В руках Павел Первый Тоже Приятная монета Сохранчик Сохранчик Будет Хороший Очень Хороший Это у нас Деньга Год Сейчас Увидим Год 39 Это Годы Правления Анны Ивановны Она у нас Правила До 40 Года Еще Одна Деньга И Тоже По-моему Анна Ивановна 30 По-моему Год Хорошо Многим Очень Нравится Деньга Монета Деньга Я К сожалению Как-то К деньге Отношусь Прохладно Вот у нас Единственный Экземпляр Советской Эпохи Это Копеечка 20 40 24 Года Это У нас Наверное Копеечка С Коником Коника Вижу Проглядывается И Нам Самое Главное Чтобы Коник У нас Никуда Не пропал Не Ускакал Такую Монету Как раз Нужно Чистить Методом Мыло Или Механикой Чтобы Коник Действительно Никуда От вас Не успакал Так Ребята После первого дня У нас Получились Вот такие Монеты Конечно Вы Ничего Не заметите Какие-то Изменения Но Они же Все-таки Есть Даже Вам Наглядно Показывать Сейчас Будет Трудно Что И Произошло С Монетами Цвет Немного Выравнивается Как Вы Видите Вот Такой Вот Сейчас Пока Внешний Вид Некоторые Экземпляры В принципе Выравнивается Цвет Но Зеленка Еще Лежит Неоднородная Зеленка Так что Пока Похвастаться Нечем Монетки Выглядят Пока Не очень Но результат Третьего Четвертого Дня Будет уже Налицо После Третьего Четвертого Дня Можно Некоторые Монетки Уже И Вынимать Так что На этом Пожалуй Ребята И все Обзор Я вам Показал После Суток Итак Ребята Погружаем Наши Монеты Снова В эту Жидкость Жидкость Я немножко Разбавил С водой Для того Чтобы Она была Немножко Пожиже И Закидываем Наши Монетки Они Сами Под весом Утопают Это я буду Делать Каждый Раз Чтобы Вы Видели Что Монетки Я Не Подбрасываю Не Подмениваю Как Многие Считают Люди Говорят Что Чищу Одни Монеты А Конечный Результат Уже Показывает Других Монет Нет Ребят Я Таким Делом Не Занимаюсь Будьте Уверены Мои Монеты Все Настоящие Выкопанные И Все Настоящие Чищенные Все Оставляем До Завтра Смотрим Завтра Итак Ребята Прошли Ровно Сутки После Того Как Мы Заложили Монеты В Наше Мыло Если Вам Интересно Такое Мероприятие После Каждого Дня Доставать Монеты И Смотреть Результат Чистки Напишите В комментарии Обязательно Проставьте Лайк Если Интересно Вашим Друзьям То И Поделитесь Этим Экспериментом То Я Буду Доставать Монеты В течение Недели Каждый День Так что Смотрим Будет Довольно Так Интересно Мыло Надеюсь Покажет Себя С лучшей Страны Включаем Видео Завтра Завтра Второй День Завтра Продолжение следует